Порой в христианской среде спорят о том, на каком языке в оригинале были написаны те или иные тексты Нового Завета. В этом вопросе, среди прочего, может помочь такой лингвистический аргумент, что оригинальные тексты обычно бывают лаконичными и естественными для соответствующего языка, даже для соответствующего периода в истории языка. А когда делается перевод, особенно дословный, то часто полученный текст оказывается достаточно длинным и не очень естественным. Я предлагаю в этом ключе взглянуть на молитву Отче наш, но даже не на всю, а только на обращение к Богу. Эта молитва была записана в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея. Мы будем рассматривать тот вариант, который записан у Матфея. Я Сергей Библиофил, поехали! Попробуем начать с русского языка. По-русски эта молитва обычно звучит так «Отче наш, сущий на небесах». И обратите внимание, что хотя эта фраза и построена, в общем-то, грамотно, она не очень лаконична и не особо естественна. Если бы эту молитву сочинили носители современного русского языка, она, скорее всего, начиналась бы с фразы «Отец небесный». А если не нарушать нормальный порядок слов для поддержания книжного стиля, то вообще должно быть «небесный отец». Таким образом, мы лингвистически приходим к выводу, что молитва «Отче наш» изначально не была записана на русском языке. Но могла ли она зародиться у наших предков около тысячи лет назад? Она нам известна по писемным источникам примерно в таком виде. «Отче нашу, иже еси на небесеху». И опять мы ощущаем, что такая структура копирует какой-то более ранний текст в дословном переводе. Простым и естественным в древнерусском было бы обращение «Отче небесный». Или, опять же, если без книжного стиля, то «небесный отче». Этот самый книжный стиль образовался в русском языке, когда с греческого переводили на древнерусский, естественно, дословно. А в греческом он появился при переводе с арамейского или иврита, когда, опять же, сохраняли порядок слов. Потому что именно в иврите и в арамейском прилагательное обычно ставится после существительного, тогда как в индоевропейских языках в основном ставится до существительного. А не могла ли молитва «Отче наш» прийти из китайского? Давайте рассмотрим эту безумную идею. По-китайски начало этой молитвы звучит так. «Уамэнь цай тинь шан дэ фу». Тут семь иероглифов. Для тех, кто не знает, это очень много. Таким количеством иероглифов приличный китаец успеет поздороваться, спросить, как дела, и попрощаться. А мы еще только обратились к Богу. А как же сказать коротко? Очень просто. Это тинь фу, то есть дословно «небесный отец». Современные китайские христиане именно так и обращаются к Богу Отцу. А вообще издревле к Богу китайцы обращались со словами «шан дьи», дословно «верховный император». Итак. «Уамэнь цай тинь шан дэ фу». Это очень нелаконично и, естественно, молитва «Отче наш» изначально не была создана на китайском языке. Ну, достаточно попыток. Давайте попробуем посмотреть, что там в греческом. Ведь греческий язык считается оригиналом для Нового Завета. На греческом языке эта фраза звучит «патар гэмон, гоэн тойс уранойс». Опять же, как-то это совсем нелаконично. В общем-то, любому очевидно, что оригинал молитвы «Отче наш» не был создан изначально на греческом языке. Тогда на каком? Можно рассмотреть иврит. Немецкий гибраист-этиолог Франц Дейлич в конце 19 века сделал перевод с греческого на иврит. Там он фразу «патар гэмон, гоэн тойс уранойс» просто дословно перевел на иврит. И у него получилось очень компактное и естественное для иврита выражение, которое состоит всего лишь из двух слов. «Авину шабашамаем». Точно такую же фразу мы находим и у Салкинсона, который тоже делал свой перевод на иврит в конце 19 века. А вы знали, что Салкинсон и Дейлич не были первыми, кто делал перевод текстов Нового Завета на иврит? Примерно в 13-14 веке нашей эры неизвестный автор, скорее всего обращенный еврей, сделал перевод Евангелия от Матфея на иврит. Впоследствии, через несколько десятилетий, этот перевод попал в руки к испанскому раввину по имени Шемтов бен Йитцхак бен Шапрут. И он переписал этот перевод в свою книгу «Эвен Бохан» и снабдил его собственными комментариями. И вот в том переводе начало молитвы «Отче наш» тоже оказалось точно таким же – «Авину шабашамаем». Хотя все эти переводы делали абсолютно разные авторы. Однако справедливо будет задаться вопросом, а действительно ли эта молитва была изначально сказана на иврите? Если мы вспомним обстоятельства Нагорной проповеди, то она была сказана примерно в 30-м году нашей эры, и сказана она была в Галилее. То есть целевой аудиторией были галилейские иудеи, которые вряд ли очень хорошо владели ивритом. Между собой они говорили на галилейском диалекте арамейского языка. Причем у этого диалекта были свои особенности, и об этих особенностях упоминается как в Талмуде, так и в Новом Завете. А в Новом Завете сказано, что у Петра был собственный акцент, и этот акцент в нем выдавал галилеянина. Об этом вы можете прочитать в Евангелии от Матфея 26.73 и в Евангелии от Луки 22.59. Хорошо, давайте реконструируем отче наш на арамейский язык. В целом мы можем достаточно надежно реконструировать эту фразу, и она должна была звучать примерно так. Авунан афбашмайя. Здесь мы тоже видим, что фраза состоит всего из двух слов, где очень компактно выражено все то, что сказано в греческой фразе И вот это уже можно назвать наиболее вероятным оригиналом молитвы Отче наш. А точно ли мы дошли до оригинала? Что если эта молитва гораздо более древняя? Давайте попробуем ее реконструировать не до эпохи второго храма, а чуть глубже в историю до эпохи первого храма, скажем, около 7-6 веков до нашей эры. На письме это выглядело бы примерно так, ниже транслитерация более привычными буквами, и звучало это по одной из версий следующим образом. Абину Ашер Пашамеем. Как видите, краткость опять стала снижаться. Тут у нас уже три слова. Ну, попробуем на всякий случай реконструировать до еще более древнего периода. Ну, скажем, до эпохи Моисея. Там реконструкция, конечно, менее надежная, но в целом следовало бы ожидать примерно такую фразу. Абуна зу башамиина. Ух ты! А здесь ведь получается одно слово? Увы, нет. Дело в том, что в те времена не ставили разделение между словами. Так что по факту здесь все еще три отдельных слова. Какой же вывод мы можем сделать? Оказывается, что наиболее компактной и естественной эта фраза была как раз-таки в эпоху второго храма. То есть примерно с IV века до нашей эры до II века нашей эры. Вот где-то в этом промежутке. Мы не знаем точно, была ли она изначально сказана на арамейском или на иврите. Но вот этот период, пожалуй, наиболее вероятный момент, когда эта молитва была создана впервые. Ой, подождите! Еще пару слов. Я хочу вас предостеречь от одной довольно опасной проблемы. Бывает так, что люди разыскивают какие-то молитвы на иврите или на арамейском с подсознательной надеждой, что Бог их так лучше услышит. Но это заблуждение, по сути, превращает молитву в заклинание. Если правильно произнести все волшебные слова, то случится чудо. Но ведь тогда Бог превращается для вас фактически в волшебную палочку. Бог слышит ваше сердце, и Ему неважно, на какой языке произнесена ваша молитва.